Приветствую, на связи Борис Скалов и сегодня мы расскажем, какие квартиры ни в коем случае не нужно покупать в Дубае, чтобы не потерять деньги. А также покажем на конкретных примерах недооцененные объекты недвижимости, которые стоят ниже рынка на 25%. Струщик один и тот же, качество одно и то же. Если здесь мы говорим односпальная 650 тысяч долларов, то там односпальная 490 тысяч долларов начинается и 100 квадратов. Последний, уже заключительный клиент, который был по этому проекту, он тогда брал трехспальную квартиру за 530 тысяч долларов, а на следующий день нам вышел новый список и цены были на 100 тысяч дороже от застройщика. Рынок Дубая, он несбалансирован. В каких-то объектах есть хайп, их продают на пике, не знающим клиентам дороже, а есть недооцененные объекты. И вот тоже интересно такие вещи ловить, например, хотите трехспальную по цене односпальной, год еще подождите и получите. Ну, как я понял, это очень быстро уходит, такие вещи. Конечно. Некоторые из них стараются предлагать вот такие вот варианты рассрочек по одному проценту, а иногда даже пост-рассрочек, когда ты уже заехал в квартиру, и ты еще 2-3 года можешь за нее проплачивать по одному проценту. У тебя на балконе живой сад, где ты сам выбираешь, что выращивать. И как только проект вышел, у нас все коллеги, все хотели там жить. Надо искать интересные такие объекты. Зоя, расскажи, пожалуйста, вот мы с тобой гуляем по набережной, расскажи, какие тут есть объекты, вот как раз, как ты говорила, то, что не нужно покупать, и то, что наоборот, интересное для инвестирования. Хорошо. Скорее всего, буду со своей такой точки зрения говорить, так как у всех мнение разное. У меня оно свое. Сейчас, например, мы с тобой находимся на другой стороне бизнес-бэй. Если верхняя левая часть, она соприкасается с районом Даунтаун и с районом Бурж-Валифа, то часть, в которой мы сейчас находимся, она соприкасается с ипподромом, который принадлежит шейху Дубая, Мохаммед бин Рашиду. И как раз-таки граничит этот район бизнес-бэй именно с вот этим ипподромом Годолкин. И это как раз-таки та часть района, в которой я живу, которая мне больше всего нравится, потому что она намного семейнее, намного спокойнее. Он даже вон с собачками гуляет, милота. Не знаю, хотя этот район также полон и офисными высотками, и жилыми зданиями, и школами, и ресторанами, кафе, заведениями абсолютно всем необходимым. Так же, как и на другой части. Но просто там что-то пробки, где-то какая-то движуха, а здесь такое спокойствие. Ну, захотел он через мост перешел, как я вижу. Две минуты, наверное. Пять минут, ну, перейти, не перейти, на машине, например, пять минут переехать, все, вот тебе Бурж-Халифа, вот тебе все, что нужно. А так, как-то покомфортней. Вот. И по поводу тех объектов, которые здесь, например, строятся в этой части, они по цене намного дешевле тех, что стоит, например, на той стороне, где Бурж-Халифа и другая часть бизнес-бэй. Вот. Например, для такого сравнения, которое вот я там приводила, это сейчас недавно стартовал запуск проекта от Эллингтон. Это такой премиальный хороший застройщик, известный. И здесь, как раз-таки, на этой части они тоже собрались возводить здание. И распродалось оно просто до старта, конечно же, полностью. Опять же, из-за того, что застройщик премиальный, потому что бизнес-бэй, потому что локация, потому что цена еще более, ну, уступает тем ценам, которые на той части, и заинтересовала так инвесторов. К примеру, односпальные здесь начинались 200, а нет, 470, 480 тысяч долларов за 75 квадратных метров. Когда у того же самого застройщика, Эллингтон, в районе Дубай-Хиллз, если знаешь, такой район тоже семейный, Атымар. И вот, и Эллингтон тоже там строит свои проекты. И последний проект, который у них там выходил, цены начинались от 550 тысяч долларов за 70 квадратных метров. И опять же, если сравнивать расстояние между этими двумя районами, и у каждого, конечно же, своя там инфраструктура, свое какое-то притяжение, если здесь это инвестиции, работа, там, экспаты и так далее, которые здесь живут и работают, офисные там вот эти служащие и так далее, то там это более такой семейный район. Но разница в цене вон какая, 60-70 тысяч долларов, а по квадратам там тоже как бы разница хорошая. И поэтому я считаю, что эта часть бизнес-бэй, она еще такая растущая, из-за того, что здесь достаточное количество участков под застройку еще есть. Это значит, с каждым разом еще цены будут расти, расти, расти. И неизвестно еще с каким темпом, потому что развивается. Опять же, территории, которые все осваиваются и, не знаю, делают, никогда же не ставят, например, там тротуары, дорожки, когда здесь еще пустой участок. Только уже по окончанию делают парки, парковые зоны, зоны отдыха. И даже тот дом, в котором я живу, у нас внутренняя часть, она еще пока не начала даже осваиваться именно парками, зеленью. Потому что там у нас один участок стоит, который еще только начал строиться. И вот мы все ждем, когда он достроится. У нас эта вся территория станет прекрасной, красивой. Опять же, и цены вырастут, потому что увидят, ага, такая красота, хочу там жить. И все. Например, если сравнивать еще по ценам, есть такой проект Peninsula. Мы как раз сейчас будем его скоро проходить. И это уже другой застройщик, это Select Group. И последний раз, вообще даже когда выходил этот проект, я смотрела на его цены. Я думала, ну, куда еще больше? Куда еще? А там, а вот сюда. И сейчас, например, там односпальные квартиры, до сих пор как бы еще остались в наличии, я смотрела, стоит 650 тысяч долларов и выше. 650 тысяч долларов. И это только вот просто через речечку вот здесь. Но только за счет того, что это через речку и разрекламировано. Хотя это 5 минут. Да, разрекламировано, хорошая локация, у них там свой остров. Интересная задумка, да. Для тех, кто хочет там жить, вот на таком островке, в премиальном застройщике, с премиальной отделкой. Кто это любит, то да. Но в плане инвестиций, именно для сдачи в аренду, я не сильно такое понимаю. Это какая же конкуренция будет с соседними домами, с соседними проектами. Это именно будет на такую целевую аудиторию, кто вот хочет именно в таком знании жить, именно здесь, именно так. Но, опять же, сравнивая Select Group на той стороне и Select Group, который на этой стороне, напротив моего дома стоит готовое здание. Select Group. То есть одно и то же. Ну да, застройщик один и тот же. Качество одно и то же, как бы, потому что Select Group, он никогда не уступает. Он все лучше и лучше делает, у него всегда, даже в 21 году его признали лучшим премиальным застройщиком Select Group. И стоит здание напротив моего дома, полностью готовое. И там, как бы, до сих пор есть односпальная, двуспальная, труиспальная квартиры. И если здесь мы говорим односпальная 650 тысяч долларов, то там односпальная 490 тысяч долларов начинается и 100 квадратов. Вот как. Ну, это прикольная разница в цене. Тоже, я когда, ну, когда говорят, разрекламировано, разрекламировано. Ну да, если вы хотите рассрочку, если вы хотите, там, 26-й год, 27-й год, там, и дальше. Ну, понятно. Хочется премиум и хочется с рассрочкой. Смотрите, ладно, пенинсула. Туда уже никуда не деться. Вот. А если готовую еще и золотую визу можно сразу получить, а еще у этого застройщика сейчас именно по этому проекту земельный налог не надо платить. Слушай, давай отойдем, это у нас шибут, мы на велосипедную дорожку вышли. Да. Вот. И в том здании сейчас застройщик сам заплатит земельный налог. А это 4% от стоимости недвижимости. То есть здание, которое стоит около тебя, такого же качества, чем через речку. Такого же застройщика. Нет земельного налога, стоит дешевле, как ты говоришь, намного. Еще и готово. Готово, то есть ты можешь заезжать или сдавать. Да. Ребята, вот такие вот нюансы. Я вот нахожусь в Дубае уже год и до сих пор сам узнаю. Поэтому вот ребята, кто здесь работают, специалисты, эксперты, отдел аналитики есть хорошие. Они вот это анализируют и вам предлагают. Поэтому рекомендую обращаться к профессионалам. Подписывайтесь на телеграм-канал. Как вы сами заметили, сможете сэкономить очень-очень много денег. Да и просто прям... Пусть и так далее. Потому что я еще даже не договорила. У этого проекта еще рассрочка на год. Готовы и рассрочка на год. Но это потому, что нужно ковыряться. Нужно искать. Нужно смотреть. Нужно... Не только вот ты сидишь, тебе дали три проекта. Говорят, ну вот этот сейчас там везде крутят. Вот этот крутят. И вот этот. Продавай. Нет. Ну ты знаешь, что там цены завышены. Ну там расположение что-то не очень. Там тоже тебе не нравится. И ты начинаешь ковыряться. А что еще? А что еще? А чем можно их сравнить? А где лучше? А где интереснее? И когда ты уже видишь полную картинку. И ты знаешь, да вон, шикарный проект. Там еще и акции какие-то. Там еще они что-то могут предложить. Там еще инвестор может выиграть что-то для себя. Например, сэкономить те же 4%. Либо там еще один проект, я знаю, где у них 2%. Они сами платят за тебя земельный налог. И тоже интересные проекты. И всегда нужно вот это смотреть. И, не знаю, интересоваться. А что помимо того, что сейчас рекламируют, интересно? Что, по-вашему мнению, интересно? Не просто приходить с запросом, там, я хочу пенинсулу. И все. Нет, спросить, а что-то есть интереснее пенинсулы? Либо с таким же, я не знаю... Ой, на эмоциях. Слушай, это круто. Я вот просто, кстати, заметил. Мы с Зоей записывали видео. Посмотрите. Она рассказывала о своем личном переезде. И вот этой дороги ее не было. Вот ее недавно построили к тому, что развивается инфраструктура. Прям новая. Вот голубая велосипедная дорожка. Да. Кстати, да. Они у меня рядом с домом тоже недавно прям всю сделали до самой трассы. Я, ну, однажды еду, думаю, смотрю, у них там что-то делают. И все. И через неделю уже все готово. Молодцы такие. У меня рядом с домом стали пальмы уже расти. Просто все уже высадили там за одну ночь. Думаю, ну как? Интересно. Ну, и следовательно, когда все это появляется, стоимость и ценность жилья возрастают. Конечно. Скажи про золотую визу, извиняюсь. Я забыл спросить. Золотая виза в ком объекте? Быстро получить, ты говорила, можно за два дня. Вообще один, да, есть проект. Он как раз прямо за нами находится. Как интересно. Вот. Это проект Альхавтур. Он состоит из трех резиденций. У них на территории находится просто вертолетная площадка, теннисные корты, самая большая площадка для отдыха, именно где бассейны, там зоны, не знаю, там джакузи и так далее. Вот. Это шикарный на самом деле проект. И мы столкнулись с тем, что при продаже обычно, когда ты подаешь документы на золотую визу, тебе нужно потратить месяц-полтора, чтобы заполучить все нужные документы от застройщика. Плюс у них есть такая, как это сказать, у них есть разрешение на то, чтобы выдать это в течение 30-45 дней. Они могут задержать. Вот. А именно этот застройщик, Альхавтур, они нам в последний раз за два дня подготовили все документы. И это к нашему шоку. К шоку инвестора, конечно же, потому что он надеялся, ну не то, что надеялся, он думал, ну сейчас месяц. Мы-то предупреждаем всегда, сколько это приблизительно занимает по времени. И просто проходит два дня, нам присылает застройщик все документы, и мы вот так вот сидим. А как? Такое бывает. Вот. Поэтому для тех, кто действительно, ему вот прям сейчас нужно подать на золотую визу, либо оформить уже все документы в ближайшее время. И это потрясающий проект. Не только именно в плане скорости подачи документов и предоставления документов, так же и внутри. Само качество проекта, то, что он из себя представляет, как это отдельный город в городе с вертолетной площадкой. Женя, а расскажи, пожалуйста, чем вот этот объект интересен, где он расположен? Ну, мне эта территория нравится. Ну, думаю, инвесторам интересна цифра, наверное. Боря, это отличный вопрос. Это один из, наверное, самых топовых объектов, которые бы могли предложить на Бизнес Бэй, в районе Бизнес Бэй. Он находится рядом с каналом, рядом с большим парком, Сафа Парк, который называется. Проект уже полностью готов. У него отличная стоимость средняя квадратного метра в районе 6500 долларов. Это примерно средняя по району. Но при этом в комплекс данного здания входит гостиница Хилтон. И если посмотреть по аренде, за сколько сдается там номер сейчас за сутки, поделить это на два и просто представить, за сколько вы можете сдавать здесь свои, те же самые двухкомнатные апартаменты, то здесь можно рассчитывать на очень хорошую доходность, там порядка 6% и даже выше. Здесь отличный резидентский бассейн. Это самый большой резидентский бассейн во всем Дубае. И в целом, ну то есть это здание... Оно уже готовое? Да, это полностью готовое здание. И оно очень сильно отличается от всех остальных и по виду, и по оснащению. И в целом это очень хороший билдинг. Слушай, ну это очень здорово. То есть кому надо ВНЖ, золотая виза на 10 лет, это аналог ВНЖ. Быстро и сразу берет проект, и в течение нескольких дней все, у него уже есть вид на жительство Дубаи. И он своей семье может также его оформить. Да, на всех членов семьи семейная виза дальше оформляется. Слушай, очень здорово. Если честно, блин, к сожалению, у меня бюджета не хватает на этот проект. Зоя, давай покажешь мне что-нибудь побюджетнее, по моему варианту. Так, побюджетнее, поинтереснее. Сейчас в Дубае такая интересная вещь стала происходить. Как это обозвать? Не то чтобы ипотека от застройщика, а такие рассрочки, которые он предлагает, где ты платишь просто по 1% ежемесячно. Вот у тебя стоит квартира, не знаю, 300 тысяч долларов. Ты внес там первые 10% и все. И последующие 2-3 года ты платишь по 1%, потом в определенный день тебе где скажут 20%, потом опять по одному и так до окончания. Например, вот мы сейчас, опять же, это все бизнес-бэй, проходим мимо Шектауэр от Дамак. Его сейчас только начинают строить. И где-то несколько месяцев назад мы были на открытии, на презентации. Давай подойдем, чтобы показать его. Да. Эрик, покажи, пожалуйста, объект. Здесь именно сам участок пока только огороженный. Это опять же другая часть бизнес-бэй, где вон Бурж-Халифа у нас. За ним метро находится, станция. Вон Бурж-Халифа как раз, да, я вижу за краном. Да, краешек. И когда я была на презентации проекта, получается, все приглашены были, все компании, все брокерские компании. И выходит женщина на сцену и обревеляет, я вас поздравляю, мы продали 90% здания. И мы такие сидим, как? Ну, как бы, мы что пришли? Вы нам про проект хотя бы расскажите. Ну, понимаешь, до старта продаж минимальная информация всегда о проекте. Даже брошюру тебе не покажут, вам скажут, ну, будет вот это, и все. И если хотите поймать по хорошим ценам, вот продавайте, предлагайте. Мы такие, хорошо, попробуем, и все. И мы, получается, сидим, нам, говорят, объявили 90% распродано, и все. И нам объявляют то, что рассрочка по 1% ежемесячно, все, вот это настолько интересно. Еще вкусные цены на тот момент были сравнительно с другими проектами. Опять же, там у них самые высокие этажи, вообще там с бассейнами, с живыми садами, конечно, там тоже цены свои такие интересные. Вот наличие вроде тоже еще до сих пор есть. Так же, как и Сафа-1, Сафа-2 тоже от Дамака. Недавно смотрела. Вот зачем нужно ковыряться почаще в наличии, так как, ой, хоть бы не соврать по цифрам. Сафа-1, это 26-го сдача, и там квартира односпальная. Слушай, давай отойдем, а то ты точно, Эрику, будешь одна к концу нашей прогулки рассказывать. Да, это точно. Вон, все семьи, так здорово. Так вот, Сафа-1, Сафа-2, которые будут строиться, 26-й, 27-й год. Так вот, в Сафе-1 односпальная квартира, там что-то 90 квадратов, стоила, ну, стоит на сегодня, например, там 800 тысяч долларов, а трехспальная в Сафа-2, там 890. И вот я вчера такая смотрю и думаю, что случилось? У вас сбой в программе какой-то. И вот тоже интересно такие вещи ловить, например, хотите трехспальную по цене односпальной, год еще, подождите и получите. Вот интересно. Ну, как я понял, это очень быстро уходят, такие вещи. Конечно, там 1, 2, 3 дня, если не часа, конечно, иногда бывает на эти все решения, потому что я же не одна сижу, смотрю. Там еще другие брокеры с других компаний. Также открыли, обалдели, где трехспальная в Бизнес-Бэй, еще и в шикарном районе, ой, ну, в шикарном расположении, там еще парки рядом, там до моря на машине 5 минут. Ну, конечно, да. Ну, это вот, ладно, проезжаем тему Дамака. Как раз подходим к Пенинсуле. Говорили за ипотеку вот эту 1%, ну, как бы ипотека, вот. А тебе, как более, ну, бюджетно можно предложить, знаешь, какой проект? Пенинсула, которая в несколько раз дороже. Нет, точно не Пенинсула. Все хорошие цены уже разобрали, остались только самые высокие этажи и самые дорогие квартиры. Это уже кому для жизни, не для инвестиций. Хотя, возможно. Вот. Хотела сказать вот то, что сейчас из-за такой большой конкуренции на рынке и из-за большого количества застройщиков, которые пытаются друг с другом конкурировать, большинство, ну, не большинство, конечно, но некоторые из них стараются предлагать вот такие вот варианты рассрочек по 1%, а иногда даже пост-рассрочек, когда ты уже заехал в квартиру, и ты еще 2-3 года можешь за нее проплачивать по 1%. И вот такой у нас один проект был. Маймун на GVC. И как только проект вышел, у нас все коллеги, все хотели там жить. Это что-то... Я никогда просто о таком, ну, не слышала. Я слышала РИЦ, который там со своими программами был. Так вот, этот проект, Маймун, там очистка воздуха по системе НАСА, там очистка воды, фильтрация, ты из-под крана можешь пить, там система «Умной дом», ты заходишь, ты говоришь там, ну, не Сири, конечно, кто там, кто-то другой, вот. Выключи-ка свет, либо включи свет, и не знаю, абсолютно все у тебя на балконе живой сад, где ты сам выбираешь, что выращивать. Ты им говоришь, я хочу, чтобы здесь там петрушка росла, там кинза, там такое все. И тебе это все сами рассаживают, и постоянно это все еще поливается, опрыскивается. Вот. И на территории всего комплекса, она получилась в 2 башни, на территории ленивая река, где ты просто на ватрушку садишься и плывешь по всей территории. Как в аквапарке. Да-да-да. Потом там зона для пробежек, зона для йоги, зона для барбекю, зона для отдыха, бассейны, там вообще абсолютно все. И цены были на тут, ну, просто смешные. Там были студии, односпальные. Односпальные стоили там 250 тысяч долларов, там где-то 850 тысяч дирхам, там 950 тысяч дирхам. И этажность там до 43-го, до 44-го. И виды как бы тоже, это 10 минут от Дубая Марина, это просто там дом располагается напротив, напротив торгового центра, мола, самого большого. JVC. Круто. Вот. И там сразу прям выездят, и ты выезжаешь, и все, ты на трассе. Удобно. Вот. И у них рассрочка до 28-го, до 29-го года. В 25-м году получаешь ключи, и платишь до 29-го, до 28-го. Вообще, там разница, если это односпальная до 28-го, двуспальная до 29-го ты платишь. И вот это, конечно, очень интересно, и очень даже подкупает, что, я говорю, мы даже сами сидели, высчитывали, смотрели просто, как забрать, как забрать. И таких достаточное количество сейчас застройщиков, которые делают такие пост-расрочки. Но чаще всего это район JVC как раз таки, потому что он еще пока расстраивается, осваивается, и все хотят перетянуть к себе. Но там как бы и британские застройщики есть, и новый, с которым мы недавно познакомились, тоже такой интересный, вышел. И другой застройщик, которого тоже недавно так нашли, и он просто походу не знает, какие цены на рынке, и такой, а пусть будет так. Так у нас там этажами скупали, потому что, ну, и проект интересный, мебелированный, мебелированный там, шикарный. То есть застройщик, извиняюсь, я тебя перебью, просто поставил цену ниже, из-за того, что только вышел на рынок, не знал, а здание готовое. Ну, особо не это, не подрассчитывал, думаю, ну, наверное, так должна быть цена. Только посмотрел, потому что тоже еще одну тему, которую я хотела задеть, это вторичная недвижимость. Потому что я сама сейчас как бы пытаюсь себе найти, уже не знаю, который месяц, что-нибудь интересное. И когда инвестор смотрит цены и повторичная недвижимость, там рядом стоящих домов, и, ну, такой думает, а что там дешевле? А почему там так дешево? А почему здесь так, а здесь так? и здесь вот что играет роль? Старые дома с маленькими окошечками, то, что никому не нужно, как бы то, что никому не интересно, там плохой ремонт, я не знаю, там, то, что раньше строили. И сейчас, конечно, это, ну, пытается слить за небольшие суммы, но потом кому это перепродать, а кому это сдать в аренду? Я, например, когда себе искала в аренду, я бы такую себе не взяла, но я бы такой бы не жила, потому что это, ну, некомфортно. Ладно, у меня там офисное здание напротив моих окон, но это Дубай, это, не знаю, на Марине каждое второе здание смотрит в здание, это нормально, вот, а тут ты со внутренней части квартиры ничего не сможешь сделать, не поменяешь эти маленькие окошечки, ну, не увеличишь. Это недостаток света, ну, конечно, и, ну, это, наверное, сдается просто, наверное, можно сдать, но тоже в разы меньше, следовательно, ты купишь чуть дешевле, у нас даже в разы меньше, выгоды никакой, как я понимаю. На самом деле, да. Опять же, ну, поставишь ты высокую цену, но никто не захочет ее снять. Когда рядом есть новое жилье. Да, намного интереснее, поэтому, когда сравнивают здание, которое либо строится, либо вот достроилось новое, нужно сравнивать именно с такими же похожими проектами, потому что они задают именно тот самый уровень, от которого ты по цене должен упираться. Ну, это вот я такую же ошибку совершал, и поэтому несколько объектов и потерял. Вот этот объект, кстати, мне скидывали ваши коллеги, я пока думал, его разобрали, который в GVC. Слушай, вот я недавно поймал Евгения Борисовича Когана, он мне сказал такую интересную вещь, что рынок Дубая, он несбалансирован, в каких-то объектах есть хайп, их продают на пике, не знающим клиентам дороже, а есть недооцененные объекты, то расскажи, пожалуйста, как раз я знаю, у тебя есть очень интересный кейс из твоих клиентов. Да, на самом деле. Ну, про хайп, это скорее всего те застройщики, которые решили, ага, сейчас все все скупают, ну-ка я как задеру цену, и начну так продавать, меня все равно купят, я такой хороший, и так далее, меня разрекламируют, я вбухаю кучу денег, все начнут меня продавать, и так далее. И кто туда поведется. Но всегда есть и обратная сторона, это вот именно те проекты, которые никогда все не рекламируют. они, не знаю, вот как раз таки на примере одного проекта, который стартовал там полтора года назад, и тогда хорошо еще распродавался, и сейчас, через полтора года, уже инвестор перепокупает у инвестора, и инвестор перепокупает у этого инвестора, там даже уже этажами просто у инвесторов перепокупают, потому что таких цен не найти. И когда тогда успели зайти, сейчас уже эти люди нормальные таких денег заработали, на перепродаже, причем первичку уже просто не найти последние квартиры, которые были, это были трехспальные апартаменты в этом проекте. И я помню, последний, уже заключительный клиент, который был по этому проекту, он тогда брал трехспальную квартиру за 530 тысяч долларов, а на следующий день нам вышел новый список, и цены были на 100 тысяч дороже, от застройщика. Там уже последние там 3-4 квартиры, и цены уже настолько выросли, но они уже думают, и так продадим. А знаешь, почему? Потому что все соседние проекты, которые там строятся в той локации, у них трехспальные квартиры стоят 950 тысяч долларов и миллион. И, конечно, ну застройщик такой, блин, а что-то я вообще продешевил, а у меня еще мебелировано. А человек за день заработал 100 тысяч. Да. То есть он, при этом, может выставить, ну пусть чуть ниже рынка, застройщик 80 тысяч. Круто. А расскажи еще, тоже мне знакомый рассказывал, он, по-моему, купил 370-440, ну так же в вашей компании продал за 570. Но это вот тоже, как инвестора покупали, и сейчас перепродают уже с хорошей такой накруткой, потому что, опять же, рядом ничего подходящего, ну не то, что подходящего, а даже по ценнику рядом стоящего не найти. Поэтому они спокойно могут к уровню рынка накручивать цены, ну даже немножко там пониже, и у него выкупят, потому что посмотрят по рентабельности. Ага, за сколько я уже смогу там сдавать эту квартиру? Получу я ключи уже там через год, там заплачу по рассрочке дальше, потому что, ну, в Эмиратах есть такая система, как переуступка. Человек купил, вложил там 30-40% за квартиру, и уже после этого он может ее перепродавать за ту цену, которую он уже чувствует, что она интересная. То есть 30-40% можно вложить. Да, и скорее всего это как раз-таки пройдет полгода, там год в зависимости от объекта. Иногда там и два месяца проходит, как недавно тоже ситуация была. Вот. Прошел год, рынок вырос, цены выросли, новые проекты начали объявлять свои старты уже с новыми ценами. И ты уже понимаешь, что инвестор, ну, может не платить вот эту огромную цену, а выкупить у тебя там с какой-то надбавкой и все. И ты ему передаешь этот документ, который обязует уже нового инвестора платить эту рассрочку, также застройщику. Получается, он даже не платит полную сумму, он платит эти 40% там с накруткой человеку, которому продает эту квартиру, другому, первому инвестору начальному. И дальше уже по рассрочке спокойно выплачивает застройщику. Это очень даже такая интересная практика здесь в Эмиратах сейчас. Но это именно, конечно же, не у всех получится заработать, а именно надо искать интересные объекты. Надо искать интересные объекты. Это не то, что вот говорят, там даже эту пенинсулу, когда раскручивали, говорили, я читала тоже такие посты у разных брокеров, пройдет там 3 месяца, полгода, вы за 50% там сверху перепродадите и так далее. Ну и что? Ну купили мы здесь клиенткой студию, и то это она меня уговорила до последнего. Я говорила, нет, не надо, ну пожалуйста, ну пожалуйста, Лерочка моя хорошая, не надо. Она говорит, нет, я хочу. Предыдущие видео. Да, вот, и она купила здесь студию за 360 тысяч долларов. Студию за 360. Ну за сколько мы ее сейчас продадим? Здесь нет таких студий за такие цены. Ну нет. Мне есть чем конкурировать. Ну и кстати, рекламируют как остров. Вот смотрите, какой остров. Ну мы в таких же домах вроде живем. Там небольшой каналчик прорыт. Это к тому, что картинка отличается сильно от реальности. Ну и кстати, как я знаю, тут надо еще много нюансов учитывать. А как туда заезжать? Да, как выезжать? Парковки, будут ли пробки? Нет. Ну вот ребята, кто здесь живут, а они именно, они все это ходят, они все сами смотрят. Вот мы не называем именно объектов, потому что некоторые объекты уже продались. Некоторые объекты уже просто недоступны. Но у нас в Телеграм-канале ребята ищут такие объекты. Не часто, но такие варианты появляются. Поэтому следите, так как их очень часто разбирают. Подписывайтесь на Телеграм-канал, а для связи с Зоей используйте ссылку под этим видео. Она вам тоже готова всегда что-то помочь, подсказать, подобрать. Зоя, куда ты меня привезла? Да, вот сейчас с этого. Сейчас мы с тобой в таком интересном районе, всеми разрекламированном. это Дубай-Крик-Харбор. Крик-Харбор это целый район от ИМАР. ИМАР это такой застройщик, который никогда не построит одно единственное здание в пустыне. Он всегда берется за такие широкомасштабные проекты. Например, Даунтаун район это тоже проект застройщика ИМАР. Как раз таки, Бурж-Халиф это тоже от ИМАР. Дубай-Хиллс тоже у нас от ИМАР. И вот, и сейчас вот такой вот прекрасный проект. Они решили развернуть. Прикольно. Да, зданий очень много на самом деле. Прогуляемся, увидишь. Жалко, что не темно сейчас. Я как раз таки хотела именно акцентировать внимание твое на то, сколько квартир здесь заселено на данный момент. Их тут небольшое количество. Вот, чтобы ты прям огни посмотрел в окнах, где на все здание там всего 4-5 квартир. слушай, да и так я вижу, вон, не знаю, на балконе стоит сушилка, ну, не знаю, 2% квартир на это, в течение не живет никто. Ну вот, ну, а причина в том, что квартиры здесь дорогие, и застройщик даже на сегодняшний день то, что продает, это, конечно, такие завышенные ценники. А сдавать-то в аренду нужно людям, и они же не захотят сдавать там за 2-3% годовых. Поэтому точно так же ставят и высокие цены на сдачу в аренду. Тоже у меня знакомые, знакомые уже сталкивались с такой ситуацией, что, ну, хотят жить на Дубак-Рейхарбор, снимать здесь в аренду квартиры, и ничего не могли найти, потому что ценник. А если низкая цена, то там где-то либо дом в дом куда-то, либо дом на стройку, либо что-то, ну, совсем неинтересное. И опять же, это такие квартиры, которые сдаются полностью пустые. Вообще, ИМАР... То есть, ты сюда еще кучу денег и мебель надо купить? А вот другие проекты, насколько я знаю, меблированные, сдаются некоторые. Ну, это фишка ИМАР, как они сами говорят, они продают коробки, коробки, которые не содержат, не содержат внутри ни мебели, ни даже кухонной техники, никаких встроенных холодильников вы здесь не найдете. Это просто деревянный столик, столешница, не знаю, шкафчик. Ну, по качеству мне, конечно, совсем не нравится. Иногда у Икеи даже поинтереснее бывают решения. Вот. И ванные комнаты такие тоже где-то на двоечку, на троечку. И у меня здесь знакомая живет тоже, когда я к ней прихожу, там запах канализации и все, все только в пакете. Вот. Поэтому, да, если сравнивать с другими застройщиками, сейчас вроде уже дошла такая пора, когда застройщики стали продавать полностью уже мебелированные такие квартиры и у всех встроенные кухни, у всех уже там симонсы, встроенные холодильники, абсолютно вся мебель уже включена. А когда покупаешь такое за такую огромную цену и еще и понимаешь, что тебе это еще промебелировать нужно, ну, конечно, такой интерес пропадает. Но не у большинства инвесторов, потому что Крик-Харбор это, конечно, такое место, которое разрекламировано максимально. И застройщик, скорее всего, этим пользуется и решил такой, а, сколько бы поставить цену, а, вот такую хочу и все. И заведомо понимаю, что у него впереди еще 30-50 проектов, которые здесь будут строиться и все это должно как-то заселяться и все это должно продаваться и сдаваться. А кому вопрос? Также здесь я не вижу ни одного офисного здания. Может, не знаю, я слепая, может, они где-то здесь стоят, может, я где-то на карте, просто не увидела. Но что притягивает в район жителей? Тот же бизнес-бэй возьмем. Огромное количество... Да, место работы, все. Значит, здесь будут жить только те, кому здесь нравится. Ну, просто семейный район, где семьи захотят, не знаю, отдыхать, выходить, гулять с детьми в какие-то зоны, которые здесь есть. Вот. Но не тот приток людей, которые, например, здесь работают. Такого не будет. Опять же, за те деньги, за которые сдается эта недвижимость, это какая зарплата должна быть? Вот. Ну, я не знаю, свое мнение скажу, извиняюсь, что перебил. Ну, я бы, зачем мне таким ценам по космическим покупать, когда есть тут еще рядом несколько районов. И, как я понимаю, и сдавать-то ее особо некому, и перепродавать. Вот, просто ты мне, сейчас мы остановились, ты мне показала, тут продается полтора миллиона от застройщика, открываешь Дубизл, такая же новая квартира от людей 1 и 2, которые, видимо, купили ее по завышенным ценам и не знают, как теперь продать, от нее избавиться. Да, точно. Так оно и есть. Даже у меня ситуация была с клиентом где-то месяц назад. Обратился клиент, говорит, хочу Крик Харбор, и все. Я ему, ну, со своей точки зрения, доношу, объясняю, говорю, я не люблю Крик Харбор. Говорю, я вам сейчас объясню, по каким причинам, может, вы меня поймете. И я ему объясняю, он говорит, нет, я все равно хочу там, вот мне нравится. Говорит, я всегда туда приезжаю, в гостиницу, там всегда останавливаюсь, мне там нравится. Все. Я говорю, а для каких целей? Он говорит, сдача недвижимости в аренду, просто задавать в аренду. Я говорю, хорошо, ну, какой процент, вам 2-3 процента нормально в год, ну, со сдачей в аренду? Он такой, ну, наверное, на краткосрок можно. Я говорю, ну, да, там, ну, 3-4 процента тоже подойдет. Ну, когда можно в других районах 15, там, ну, 12-15 с краткосрока получить, а иногда даже с долгосрока, если это GVC. Вот. Ну, и все, мы это с ним все обсудили. Он говорит, ну, все равно хочу посмотреть. Я говорю, ну, знаете, на сегодняшний день у застройщика цены на односпальные квартиры где-то под 500 тысяч долларов. Это было тогда на тот момент 2 квартиры, я ему их, ну, показала, говорю, вот, есть за 1,7 млн, дирхам, и есть за 1,9 млн. Это где-то 450-500 тысяч долларов. Я говорю, ну, мне даже стыдно вас возить и за эти деньги показывать эти квартиры. И, ну, эти квартиры, я говорю, я ради вас найду другое агентство по вторичной недвижимости, которое мне просто, ну, вам покажет и объяснит, говорю, захотите, ну, берите, все. Я просто вам хочу донести, что такое Крик-Харбор. Мы приезжаем с клиентом, заходим в эту односпальную квартиру, которая стоит 1 млн, нам нашли за 1 млн 300 вторичную недвижимость от другого инвестора, все, заходим. Просто там маленькая кухонка, без ничего, опять же, шкафчик, и все, мы вот на это на все так смотрим. Это давайте двуспальную посмотрим. Мы заходим в двуспальную, которая на вторичном рынке стоит 2 млн 400. Это в долларах? Это в Дирхамах. 650. Вот, заходим в эту двуспальную квартиру, полностью пустую, опять же, вообще, ну, пустота, побеленные стены, плитка, ничего, вот эти ванны непонятные, просто на двоечку. По 10-бальной шкале, не знаю, где потом чернота вот такая, просто под этими умывальниками. Вот, ну, качество. И все, я смотрю на это все. Говорю, ну, что вам здесь нравится? Говорю, что вам здесь нравится? Говорю, давайте я вот вас сейчас возьму, вот просто отвезу, шикарный проект, который вот через год, там, через полтора достроится, и он стоит на 200 тысяч дешевле, но там трехспальная, говорю, и полностью мебелирована, говорю, и вид на озеро, и полностью готовый район, и там еще и офисные высотки, говорю, ну, все у вас там будет, и доход у вас там будет 15%, говорю, ну, пожалуйста, просто поедите, посмотрите со мной. Говорю, ну, не хочу я вас, чтобы вы вот это вот, вообще, и смотрели, и брали, и все, в итоге мы поехали с ним на район GLT, там смотрит другой проект, он просто вот так вот смотрит, это озеро, вот эта красота, просто заходим к застройщику, смотрим проект, все мебелировано, вообще все, все встроено, не знаю, сколько спален, столько и кроватей, там зал вообще абсолютно, и он, конечно, на это все смотрит, и говорит, сколько стоит? Мы ему говорим, там 500 тысяч долларов, и он просто с такими глазами, как бы первые этажи там были 400 тысяч долларов, и, 500, и вот, и просто он такой, Зоенька говорит, как так? Говорит, как так? Я говорю, вы понимаете, был бы другой брокер, он бы вам впихнул, и вообще, вот это, говорит, и еще бы два впихнул, и такими словами бы вам, вас заинтересовало, говорил бы, да все, у вас будет прекрасно, там на что-нибудь, на скриншотил, там не знаю, вот смотрите, какая здесь высокая доходность, все сдается, все здесь, все здесь живут, это сейчас выходной, я не знаю, все, наверное, на смотровую сейчас, с Дубая поехали, машины катаются, а так, сколько здесь не проходило, когда к подружке, в гости хожу, тишина, как будто бы город-призрак, не знаю, меня это пугает, вот, вот такие вот истории. Ну, то есть, такая вот разница в цене, один сильно переоцененный, другой недооцененный, по своим там причинам, и вот такие истории, можно найти в Дубае, подписывайтесь на телеграм-канал, там, такие объекты ребята не предлагают, а именно находят, анализируют, у вас ведь целое отдел аналитики, я знаю, этим занимается, и поэтому они вот на всем этом огромном рынке находят такие единичные объекты, если вам интересно, все это будет в телеграм-канале, подписывайтесь. Даже вот это отдел аналитики, у нас каждый человек, каждый брокер, который там работает, у нас все с душой, я не знаю, мы все дружны, всегда друг с другом общаемся, там, советуем какие-то проекты, кто-то находит там что-то, вау, какое интересно, и все, мы постоянно там брейнсторм, вот это устраиваем, то, что вот смотрите, что сейчас есть, это намного, ну, все с душой, все с сердцем, все понимают, что у нас никто это не продает, потому что все прекрасно знают, что это. Ну, просто цена завышена, сильно. стыдно, стыдно, для жизни, ладно, есть, конечно, клиенты, которые, я хочу вот именно жить, говорят, все, вот только жить, не сдавать, а вот жить сам, с семьей, с детьми, там, канадская школа, там, 15 минут на машине, ну, везде канадская школа, есть 15 минут на машине, 10 есть, вот, но, говорят, вот именно жить хотим вот здесь, тогда, да, ну, живите, это вообще никак не противоречит. Не проинвестийте. Но для сдачи в аренду на какое-то будущее смотреть, не знаю, это очень сложно прогнозировать, особенно с будущим вот этим комплектом из 50 новых домов, там, 30-50 проектов, которые продаваться будут еще вот так, и с которыми вы будете потом конкурировать. Я вот в Дубае уже год с лишним, вот я тоже выбираю все недвижимости, узнаю тоже очень много нюансов, общаясь с ребятами, поэтому, ну, оценить ситуацию может только тот, кто здесь постоянно ходит, постоянно сравнивает рынок. Очень тяжело оценить это по картинке. Обращайтесь к специалисту, вот единственное, что могу порекомендовать. А еще к человеку с душой. Да. И с сердцем. Это немаловажно. Специалистов может быть вообще круглый десяток достаточно во всех компаниях, но могут быть и такие, которые черны душой, либо что-то еще. А это всегда чувствуется, я думаю. Посмотрите фильм, там мы рассказывали о ребятах, о Зое, о других ребятах из компании Paladin. Там они рассказывали свои жизни, истории, судьбы, как переехали сюда. Зоя, например, переехала из Китая, Слава играл в баскетбол в России на профессиональном уровне. Будет очень интересно. А на этом мы закончим наше видео. Подписывайся на наш телеграм-канал, задавайте вопросы. Ссылка для связи с Зоей будет под этим видео. И комментируйте, что вам интересно, что понравилось, что нет. Спрашивайте про районы. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok